На этом фото некогда известный Донецкий дельфинарий, вернее то, что осталось после него. Это воздействие русского мира, который так настойчиво звала часть жителей Донецка. В этот дельфинарий везли детей с Луганщины и Донеччины, а еще там работала группа для детей с ДЦП и другими заболеваниями, и после общения с дельфинами дети просто преображались. Русский мир все уничтожил, и больше некуда возить детвору, чтобы отметить день рождения или получить реабилитацию. Слава богу, что дельфинов Фемиду, Боба, Снежка и Пломбирчика успели вывезти в Харьков. Кстати, для Русни это был шок, то, что они увидели в нищей Украине. Ведь это там просто мем, это идея фикс, это смысл жизни 90% россиян, жить, веря, что в Украине все еще хуже. Просто обалдеть от этого, сидя в грязи, с разваленным туалетом в лебеде. Но кайфовать, вот что Америка загнивает, Украина мерзнет или голодает. Я представляю, как они радовались в период голодомора. Еще бы, ведь им доставались дома, с посудой, вещами. Им, жившим в погребах и землянках. Помню, как удивлены были русские солдаты, стоящие у нас в приграничном селе Александровка Луганской области. Они все спрашивали, какой это город, так как карты не показывали населенный пункт. Побеленные бордюры, выкашенные лужайки, цветы, фонари, газоны, розы, спутниковые антенны, джипы возле дворов, церковь, детская площадка, памятник погибшим во Второй мировой войне. Все обсажено цветами и подстриженными кустами. Дома с ремонтами, ванными комнатами. Многие из солдат впервые увидели пластиковое окно и туалет в доме, не умели пользоваться унитазом, что вызывало недоумение у местных. Как же к ним приехали освободители из великой развитой России? Также с недоумением смотрели, как эти же русские на танках и БТРах везли границы унитазы, пластиковые окна, мебель и даже снятые со стен обои. Это разграбили Лутугина, Новосветловку и другие освобожденные города. Свердловску и Червонопартизанску повезло, мародеры здесь были только местные. Приграничье дало защиту на время входа войск, они просто проходили мимо нас. Что будет, когда они будут выходить? Этот вопрос задают себе жители Ордело, правда, еще не все. Дальше фото вызовут улыбку. Дети, кони. Это знаменитый Донецкий Донбасс-эквицентр, который многие годы являлся одним из лучших современных конно-спортивных комплексов Украины. Он был торжественно открыт в Донецке 9 мая 2009 года, в нищей Украине, которая ничего не строила. Да, это частный комплекс, как и многое другое, в частности, любимая дончанами Донбасс-арена. Но развитие бизнеса в городах – это рост городов, налоги, рабочие места. Да что объяснять революционерам, которые мечтали все разделить и разрушить? Сколько их еще, таких мечтателей? Вот что странно, но бороться с олигархами россияне ехали к нам, на Донбасс. При том, что в России долларовые миллиардеры и даже триллионардеры, или как его там, Путина их не выкличут. Такие развитые бизнес-центры, центры отдыха становились любимыми местами дончан, которые ехали сюда, чтобы прикоснуться к прекрасному – к лошади. В центре было все для полноценных занятий конкуром и выездкой – вокруг леса, свежий воздух, удаление от промышленности. Расположен он был в живописной лесной зоне на границе Донецка и Марьинки. Приоритетным направлением в деятельности центра был профессиональный конный спорт. Команды Донбасс-эквицентра по конкуру и выездке представляли Донбасс на национальных и Украину на международных соревнованиях. С 2009 года Донбасс-эквицентр провел серию международных турниров по конкуру «Донбасс Тур», на которой приезжали участники со всех стран. К 2012 году уровень турнира достиг высочайшего уровня 5 звезд, а потом пришла война. Война уничтожила больше 50 конно-спортивных школ Донбасса и 5 элитных конеферм – заводчиков. Одной из таких ферм расстреляли русские казаки, стреляя по коням в степи. Ради игры, ради забавы. Многих лошадей съели. Элиту попытались угнать в Россию. Многие из лошадей не могли бежать по дерну, степи, асфальту, так как их ноги были настолько нежны и тонки, что могли бежать только по специальному покрытию. Их убили. На фотографиях то, что осталось от Донбасс-эквицентра после прихода русского мира. Поголовье было разворовано оккупантами. Много элиты вывезено и раздарено в Россию и Крым. Разворованы и помещения, с которых сняли все, что можно снять. Потом пожар, который, говорят, был еще до начала активной фазы боевых действий. Сейчас рус, ордило, пропагандисты, конечно же, покажут вам эти фото, как зверства карателей. Вот только элиту, лошадиную элиту, раздаренную Сурковым-Аксеновым, быстро можно установить по паспортам. Донбасс, скажи, зачем? Ты процветал, ты рос, ты мужал, ты был прогрессивным, промышленным, богатым и независимым, европейским. Вот только из-за своего совкового менталитета, завистливого, меркантильного, макшанского, мещанского, вечно ноющего, вечно согласного, вечно недовольного, ты накинул себе петлю на шею, выпил яду и поджег фитиль. Иногда мне кажется, что война пришла сюда не просто так. Нигде в Украине не встретишь таких недовольных и ноющих людей, несчастливых даже в своем богатстве, как здесь, на Донбассе. Почему? Ты знаешь, как люди радуются жизни, мелочам, рассветам, любви, ты знаешь, что в Европе давно не встречают по одежке и стразики, это отнюдь не показатель богатства. Что держало в тебе этот совок? Откуда эта вечная зависть и вечное жлобство? Ты же даже сейчас не волонтеришь, не собираешь носки и конфетки, не плетешь сетки своим защитникам, тебе снова все равно. И ты даже не борешься, нет, ты пишешь, когда вы меня освободите. Может, виной те, кто имеет в паспорте гражданина Украины в графе места рождения Россия? Они же так и не стали. Хотя моя кума рождена в РФ, но она украинка, гражданка и патриот своей страны. Я не знаю ответа. Это как искать вирус в организме, метаться, чтобы помочь выздороветь, чтобы не допустить эпидемии и не находить. Ведь этот организм и есть вирус. А может потому, что ты все еще Донбасс? Совковый аббревиатурный топоним, а не область Украины. Ты не нужен России. Никакой. Ни ты, ни твои шахты, ни твои люди. Им нужен ресурс для мародерства. Они его получили. Они всегда так жили. Москве нужна дестабилизация стремительно уходящей из совка Украины. Как петля, как лассо. Ты, Донбасс, стал, нет, не заложником, ты стал палачом самому себе. И вот знаете, сейчас много говорят о восстановлении Донбасса. Говорят. Забывая, что многих владельцев уничтоженных бизнес-центров, ресторанов, клубов, шахт, фабрик нет в Украине. И даже нет в живых. Многие заводы, фабрики и частные фирмы не подлежат восстановлению. Вместо них вот выгорелая земля. 80% разрушенного не промышленных объектов, а от разрушенного не подлежит восстановлению. Ну, можно, конечно же, восстановить хлебокомбинат, каравай, здание-то осталось. Без оборудования, без техники, без света, металла, но осталось. Восстановить затопленные государственные шахты? А сколько это будет стоить государству, если шахты все 40-го года постройки и работали еле-еле душа в теле? Восстановить частные шахты, типа Метинвест? А зачем это государство? Это проблема частника. Восстановить, типа, государственные, но отданные в концессию на 50 лет Ахметову шахты Свердловска и Ровеньков? Так они пока еще работают и дают уголь. Да и концессия это уже не государственная. А люди там ждут. Да, там уже много разочарованных, очень много тех, кто хочет, чтобы как раньше. Здесь ремарка. Разочарованные это те, кто был за Россию, мне все равно, а какая разница, но не получил то, что хотел или потерял, что было. Разочарованные вряд ли будут патриотами, они оценивают отношения по принципу «а что мне даст Россия-Украина?». Разочарованные побегут к любой тряпке, которой махнут и пообещают. Разочарованным нужно все и сразу. Победа, поднятие Укрфлага, льготы, пенсии – все как раньше. Если мы не дадим им как раньше, они пойдут на митинг, будут стучать касками и свергать очередную хунту. Сейчас они разочарованно молчат. Против российских терров не попрешь. Они ждут нас, тех, кто в законе, по совести, по конституции. Вот нас можно давить, нам можно ложиться под танки, с нас можно требовать. Донбасс ждал, что Россия примет его в состав РФ. Ждал. Но не стал стучать касками, когда это не случилось, и Путин сделал вид, что ничего не было. Донбасс промолчал, проглотил предательство и не вышел на митинг. Теперь ими играют. Новороссы, малороссы, неодертальцы, гуманоиды, захирята. Границы между двумя областями – таможенный сбор, визы, международные электрички. И сказать бы «стой», да некому. Патриотов Украины, если они выдадут себя сейчас, расстреляют. А разочарованные потянут носом, спрашивая «где она?» «Колбаса по 2.20» и выдвинут свои требования. Поэтому Донбасс умирает. Тихо, молча, как умирают мои соседи, пенсионеры, которые не смогли уехать. Некому, некуда. Они не ездят в пенс-туры, об Украине они узнают от нас, когда созваниваемся. Мы узнаем, как рядеют их ряды. А они искренне радуются за нас и даже говорят нам спасибо за то, что мы живы. Донбасс, пожалуйста, не умирай. Только живы. Все будет добре.